Давайте пока грузится, я о двух словах скажу. Наверное, в отличие, в каком-то смысле, от всех предыдущих докладчиков, я как раз представитель такой IT-компании, технарь. И то, что я там сейчас хочу пару слов рассказать про электронные редакции, про решения, оно как раз может быть взгляд именно с опыта вообще внедрения IT-систем любых, не только электронных редакций. О чем, ну, собственно говоря, про нашу компанию, это два слова, IT-компания, не буду сейчас погружаться сильно, занимаемся различными решениями, в том числе занимаемся решениями в области электронных редакций, документов оборота, в том числе комплексные системы для вузов. И здесь как раз мысль, идея, которую я хотел рассказать, что очень часто вузам, ведущим каким-то журналам требуются достаточно индивидуальные надстройки над тем, что представляет собой электронная редакция. И для них тогда встает вопрос, конечно же, установки этой редакции как решения у себя. Здесь есть ряд решений, тот же OGS, например, который мы используем, да, да, который мы внедряем не только его, вот, но хотелось поговорить про ключевые факторы, которыми люди руководствуются, когда принимают решение, все-таки это сервис, это какой-то там распространенный сервис вроде ElPub, там, или других, о которых сегодня будет рассказано, или все-таки это... Так, секунду. Ура. Ура. Почти получилось. Yes. Или все-таки индивидуальное решение, установленное у себя. Но понятно, что общий там портал научного издания, я не буду, наверное, подробно рассказывать, и будут еще рассказывать, и времени уже не так много, там, должен решать несколько задач. Это и публикация, естественно, материалов, это и поиск, но это и привлечение авторов-рецензентов, это и индексирование в международных базах, и все, что с этим связано. И здесь есть несколько факторов, которые нужно принимать во внимание. А когда, особенно государственная компания принимает решение, все-таки сервис или установку себя, там есть фактор, например, финансовый. К сожалению, в наших архангельских условиях иногда учреждение не может гарантировать стабильного выделения бюджета на ту или иную тему в течение нескольких лет. У них возникает вопрос, а как быть у нас в этом году? Есть деньги, остались деньги, в следующем году вообще нет денег, через год опять появились деньги на развитие. И здесь как раз это один из аргументов, например, в копилку поставить свое решение, потому что, да, понятно, что на входе при развертывании своего решения могут быть инвестиции чуть выше, но зато в дальнейшем очень гибко можно управлять. То есть даже если у вас в каком-то там периоде нет денег вообще в принципе, то и сопровождение этой системы может сошляться своими силами, но требует, по крайней мере, прям миллерного на самом деле вложения, там тех денег, которые укладываются обычно в такие накладные расходы, которые закладываются. С другой стороны, есть такая ситуация, что вузы, например, те вузы, с которыми мы общаемся, очень часто говорят, что электронные, и правильно, говорят, что электронная редакция – это не самостоятельная система, вот просто стоящая где-то в космосе, в отрыве от всего. Это часть вузовской экосистемы. Там есть контингент вуза, есть преподавательский состав студентов вузов, и хотелось бы, чтобы они пользовались электронной редакцией, не заводя дополнительных аккаунтов, чтобы была возможность войти прозрачно, чтобы та информация, которая по статьям, по статистике, по журналам накапливается, она попадала в отчетные системы вуза тоже, опять-таки, чтобы можно было посмотреть какие-то KPI, померить и оценить работу. Ну и на самом деле плюс еще целый ряд внутренних вузовских систем, завязанных на обучение, завязанных на помощь, поддержку студентов при старте издательского процесса, они также могут требовать интеграции дальнейшей уже в электронную редакцию тех журналов, которые установлены непосредственно, ну тех журналов, которые ведет непосредственно вуз. При этом понятно, что это, конечно же, не панацея ни в коем случае, и, а, так, наверное, не получится, а так, а так получится. И вариант, что называется в аренду, он имеет свои там большие преимущества, особенно если мы говорим про, ну, скажем так, про ситуацию, когда сам журнал не очень, ну, либо нет ресурсов, либо иногда бывает, что нет компетенции самостоятельно там додумывать какие-то задачи, предлагать какие-то решения, а сервис в аренду, он всегда предлагает, в общем-то, некоторый стандарт, и журнал может быть уверен, что вот, пойдя по этому стандарту, он получит вот тот оптимум, который нужен, если у них нет особых требований и особых запросов. Ну, собственно говоря, да, то есть я сейчас, наверное, где-то не по слайдам, но общая идея в том, что если вы ставите себе, то вот два фактора, которые получают фактически все участники процесса, это гибкое управление и полное владение информацией, у нас, ну, скажем так, вопрос, наверное, не только технический, но и отчасти психологический, то, с чем я сталкиваюсь, общаясь с заказчиками, ой, а наша база экспертов, а наша база авторов, а наша база статей, хорошо, когда она стоит здесь у меня на сервере, мне спокойнее. Для университетов еще один важный фактор, что если посмотреть просто затраты на распространение, то, когда вы используете какой-то сервис в аренду, обычно ситуация растет, ну, достаточно линейно, оставим скидки в стороне, но в целом больше журналов, больше статей, выше уровень оплаты. Для университетов, которые держат обычно несколько журналов в своем кампусе, может быть важным фактором, что да, в расчете на один журнал, наверное, установка своей электронной редакции, там, входит дороже на входе. При росте числа журналов экономически становится выгоднее в какой-то момент иметь единую редакцию, потому что накладные расходы на подключение нового журнала, они минимизируются. Ну, интеграции я уже поговорил, я не буду повторяться. Там есть фактор нормативных исключительно вещей, то есть есть нормативные документы, как общие, государственные, так и вузовские, которые могут регламентировать порядок обращения с той или иной информацией. Опять-таки здесь проще, когда оно свое, проще управлять тем, где хранится, с каким уровнем доступа, с каким уровнем безопасности. Когда мы общаемся с журналами, которые так вот претендуют на то, чтобы быть ведущими в отрасли, там на самом деле поднимаются другие немножко аспекты. Один из них – это такой бренд журнала. То есть журнал борется за то, чтобы он был узнаваем, он был отличим. Это вопрос и дизайнов, это вопрос и дополнительных форматов контента, но это вопрос на самом деле целого ряда факторов. И опять-таки понятно, что здесь проще это сделать, когда журнал полностью управляет своей платформой сам, ну, там, с нашей помощью или не с нашей помощью. Вот. Соответственно, это еще и поиск экспертов. Ну, интересный фактор, то есть то, что мы видим, по крайней мере, по тем опытам внедрения, которые есть у нас, внедрение электронных редакций, ну, по крайней мере, решений, которыми мы занимаемся, очень сильно дает прирост, такой рекрутинг фактически происходит, экспертов-прецеденты. Так как обычно эксперты и авторы – это, в общем-то, сильно пересекающееся сообщество, вот, то многие из тех, кто подают статьи, из тех, кто взаимодействует с журналом, они проявляют интерес к тому, чтобы стать и экспертным в этом журнале, и, соответственно, начинает формироваться экспертная комьюнити уже на базе вот таких платформ. Ну, понятно, на что стоит там, как это, как всегда. Даже я бы не сказал, что это ложка дегтя, это, скорее, такой неизбежный фактор. Если делаете сами, ну, по крайней мере, ставите у себя, понятно, что нужен некоторый уровень поддержки системы, вот. Вот, а если у вас нет ни одного человека, который понимает вообще, о чем идет речь, то для вас это дополнительные риски. Если такой человек есть, то для вас это дополнительные возможности, потому что вы не привязаны, даже вот если мы к вам придем и завтра поставим вам решение, вы к нам не привязаны, вы там, послезавтра можете найти другого исполнителя, там, технологии, которые мы используем, они открыты. Соответственно, здесь есть для вас некоторый такой гарант, что вы не садитесь на крючок. Ну, миграция архива, об этом все, наверное, понимают, все знают, не буду говорить. Можно делать по-разному. Мы в своих проектах обычно говорим, что, ну, если хотите, давайте под ключ. Но у вузов очень часто есть ресурсы делать это самим. Другое дело, вопрос их квалификации. Мы предлагаем инструменты, которые позволяют, там, относительно невысокой квалификации людей выполнять ту работу, которая нужна для переноса архива в новую платформу. Ну, обучение, консультирование, да, тут, я бы сказал, у нас просто есть опыт работы и в России, и за рубежом. Здесь такой, наверное, немножко российский менталитет. К сожалению, сколько бы на этапе внедрения мы не обсуждали необходимость пройти все процессы и удостовериться, что они работают хорошо, реально все процессы проходятся на момент подготовки номера к выпуску. И поэтому вот эти процессы на первых двух обычных выпусках, они требуют, там, такого плотного консультирования, подсказок и так далее. Вот после этого, в принципе, ну, вот, опять-таки, те кейсы, которые мы видим сейчас, в принципе, у нас есть, там, люди, которые не обращаются, ну, долго, скажем так, уже мы понимаем, что они освоили, они используют ее, но, в принципе, мы им не сильно нужны. Но при этом есть, на самом деле, например, периодически к нам приходят, такие любопытные идеи, там, например, у нас один из таких запросов был, можно ли ускорить процедуру верстки. То есть, там, при выпуске PDF, ну, если мы говорим про PDF, например, при выпуске журнала, огромный процент, там, затраты времени уходит на верстку шапки статьи. При этом эта шапка достаточно стандартизирована, она, на самом деле, вся формируется из данных, которые и так есть в системе. Вот, ну, вот такого рода запросы мы с удовольствием отрабатываем, и, более того, стараемся делать эти вещи далее доступными в рамках уже каких-то своих типовых решений, которые мы несем и предлагаем своим заказчикам. Ну, про эффекты от внедрения, это их много, вынес то, что, собственно говоря, показалось наиболее интересным и ярким. Вот, но так как время очень ограничено, а еще я и не в свою очередь, не буду от того либо меры отнимать много времени, но это, скорее, приглашение к обсуждению. Спасибо.